Слушай, Глеб, посмотри, пожалуйста, 26-й тираж. Степа, ты долго будешь на этот лохотрон вестись? Ну, взял бы да выкинул деньги сразу. Ну, глянь. Ну, как я и говорил, не с нашим счастьем играть в лотерею. Черт, никогда не везет. Еще вчера они были обычными гражданами, а сегодня они защищают обычных граждан. Это наша полиция. Наша новая полиция. Честная, неподкупная и красивая. Полицейские следят за законом и порядком, а мы и наши камеры следим за ними. Суперкопы Нет, ну ты что, серьезно работала хот-догом в супермаркете? Саша, мне было 17 лет. Капец, у меня девушка-хотдог. Я тебя буду называть Колбаска. Эй, Колбаска! У меня уже комплекс неполноценности. У Саши что не профессия, то супермен. Бодигард, спасатель, альпинист. На то, что я знаю три языка, ему вообще плевать. То, что я гидом столько лет проработала. Для него я сосиска. Да еще и в тесте. Сосиска. Прием всем свободным экипажам. Происшествие в институте генетики и репродуктивной медицины. Давай возьмем другой вызов. Все равно ничего интереснее, пьяного санитара там не будет. Берем. Нет, давай другой вызов. Чем тебя этот не устраивает? Нам далеко ехать, я ненавижу больницы. Ой, короче. Принимаем институт генетики. Любимые мои бабушки, голосуйте за меня. Мать-учительница, отца не было. Отопительный сезон обещают такой, что вы даже не заметите, как придет зима. Воду мы подогреем, она будет горячей всегда. А полицию мы переименуем в милицию. Инспектор полиции Ослянский. Только что поступило сообщение, что здесь происходит подкуп избирателей. Да, причем наглым, неприкрытым образом. Я, как представитель власти, требую прекратить это. А вас, граждане, я попрошу разойтись отсюда. Граждане, братья и сестры, вот на ваших глазах, по приказу преступного режима, бесплатная раздача продуктов прекращается. Глазам поверить не могу. Кто это с вами сделал? Бабушки. За что? За гречку. В очередной раз гречка победила народное создание. Добрый день. Меня зовут Мария Тарнавская, а это Саша. Саша? Саша, что ты делаешь? Статью читаю, такая интересная. Как тебе не стыдно? Прекратино медленно валять дурака. Мы же на работе. О, Александр, здравствуйте. А я не знала, что вы полицейский. А вы знакомы? Ну, конечно же. Это же наш почетный донор. Можно сказать, гордость всего нашего отделения. Здравствуйте, Варвара Николаевна. Здравствуйте, Александр. Саша, ты сдавал тут это? Да всего несколько раз. Несколько раз? Не скромничайте, Александр, не скромничайте. Вы столько женщин и счастливили. Два года первенства держал. Ой, простите. Я думала, ваша коллега в курсе. И ты еще смеялся над моей работой аниматора? Да я нереальную карьеру сделала по сравнению с тобой. Да что тут такого? Люди вон кровь литрами сдают и нормально. А это то же самое. Ладно, не то же самое. А что вы там ржете? Хана мне. Вы хоть понимаете, что вы позорите нашу полицию? Глаза смотреть, когда с начальником разговариваешь. Зачем вам табельное оружие? Ну не отстреливаться же от них. Нет, конечно, не отстреливаться. Не надо отстреливаться. Нужно застрелиться к чертовой матери. Так это все изузин. Ладно. Меня другой интересует. Если мы закрыли весь его грязный бизнес, откуда он берет деньги на выборы? Ну, судя по количеству гречки и детских горок во дворах с его изображением. Да, да, я сам видел. У него прямо изо рта ребенок выкатывался по языку. Слушай, вообще не похож. Это Микнемаус был. Но денег у него завались. Понятно. В торпедах у Таисии играл Лано. Он выходил на поле, бил соперника по ноге и его удаляли. Потом он снова выходил на поле, снова бил соперника по ноге и его опять удаляли. И что? Это говорит о том, что не важно, какой ты игрок, важно, кто у тебя папа. Такой изузины не было папы, он сам сказал. Баранов, под папой подразумевается крыша. Мы можем установить скрытую камеру у него дома. Представляешь, сколько нужно собрать подписей и вот этих завизированных штук, чтобы получить разрешение на установку камеры? Ну, значит, надо просто поехать и забрать ее. Что? Вы что, установили камеру без разрешения? Да вы хоть понимаете, что это хорошо? Это просто чудесно! Молодцы! Орлы! Давайте перейдем к делу. Зачем вы вызвали полицию? А, ну, видимо, сама судьба хотела, чтобы я обо всем узнала. У меня нет слов. Да даже если бы Тарантино оказался женщиной, я была бы меньше шокирована. У меня же куча детей на стороне. И это я не Тарантино. У нас ЧП. Человек закрылся в донорской комнате и уже пятый час не хочет оттуда выходить. Саша, а у тебя какой личный рекорд? Очень смешно. Давайте дальше. Да, он буквально парализовал всю работу нашей клиники. Он, возможно, портит наше имущество. Или, не дай бог, сделает себе там что-нибудь. Да что он себе сделает? Не мыло, не сотрется. Да, Саша? А вы пытались с ним поговорить, узнать, почему он там закрылся? Ну, в общем, все произошло так. Он пришел рано утром, попросил деньги за донорство наперед, авансом. Я сказала, что у нас так не работают. Он вдруг психанул и закрылся в комнате. Так надо спасать. Да, надо спасать. Там проблемы, может, какие? Конечно, спасите, пожалуйста, да. А где он закрылся? Ну, я же говорю, в донорской комнате. А где донорская комната? Ой, Саша. А для тебя, Марчук, будет спецзадание. Я готов что делать, куда выезжать. Никуда не выезжать и ничего не делать. Смотреть в этот монитор, орел. И своим орлиным взглядом заметить, откуда этот негодяй Зюзин берет деньги. Есть. Что есть? Садись, выполняй. Вот животное. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Марчук, ты офигел? Это что-то ты смотришь в интернете? Виточка, это я не так поняла. Это что-то я не так поняла? Что ты смотришь на голых бак? Я же не по собственной воле. Я на спецзадании. А, ну да, конечно. Ты спать будешь сегодня в коридоре, спецагент. Вид, это моя работа. Кто? Откройте, полиция. Я не открою. Почему? Я не обязан открывать. Как это не обязан? Я полицейский. Ушел в шоку, полицейский. Тогда я выбиваю дверь. Давай. Я решил не применять грубую физическую силу. Зачем? Зачем, когда можно просто поговорить? Сука. Давай забудем, что я полицейский, и поговорим как донор с донором. На когда начисать, что ты тоже донор? Какие твои психологические штуки? Да я тоже донор. Почетный. Донор, конечно. Тумбочку видишь? Ну. Второй ящик сверху. Развратный бухгалтер Ши-2. Братан! Ну, давай, рассказывай, что у тебя там случилось? Что на этот раз? Там Зюзин из самосвала муку лопатой раздавал. Стриптизерши. Где? Зюзину стриптизерши деньги приносят. Точно? Ты уверен? Да. Лично с камер видеонаблюдения видел. Ну и с Зюзину? Деньги на выборы идут из стриптиз-клубов? Какое-то странное вложение капиталов. Тогда, может, поедем туда и накроем их? Ну, я готов поехать в стрип-клуб. И я. И я? Дверь закрой. Думайте головой, на каком основании мы их прикроем? Я уверен, там все законно у него. Тогда мы поедем туда и допросим всех стриптизерш. Всех? Всех. Дверь закрой, я сказал. Тебя туда на порог без ордера не пустят. Ну, тогда что делать? А давайте мы стриптизершу сюда позовем. По работе. Ну, на допрос она же к нам не приедет. А так скажем, что к тебе на мальчишник. Почему ко мне? Я женат. У тебя до свадьбы был мальчишник? Нет. Теперь будет. А у вас, может быть, и не будет. Идите, приведите себя в порядок вам еще на наружное наблюдение к Зюзину ехать. Снеговики. Че застыл? Иди готовься к мальчишнику. Есть! У меня был сегодня прекрасный день. Я поработал спецагентом, и у меня будет мальчишник. А, то есть мы это все придумали, и мы будем наблюдать за Зюзиным, а ты за стриптизершей. Нормальный цирк получается. Кто на кого учился? Да ты вообще на ветеринара учился. В том-то и дело, Степа. Я был многого лишен. Баранов, Остлянский. Стопа, специалист по мальчишникам. Сказал, что на мальчишнике должно быть минимум шесть человек. Так что вы остаетесь. Ну, это другое дело вообще. Естественно. Скажите, а можно каким-то образом узнать, у кого от него дети? Я же вам говорю, это строго конфиденциально. Я нашел с ним общий язык. А я и не сомневалась. Ну, так почему он не вышел до сих пор? Он проиграл крупную сумму денег в карты, и теперь ему угрожают расправой. То есть он здесь от бандитов скрывается? Нет, он здесь деньги зарабатывает. Я сказал, пока не заработает, не выйдет. А сколько он должен? Двести пятьдесят тысяч. Он что, собирается здесь год просидеть? Судя по сумме, даже больше. Это невозможно. Я ему то же самое сказал. Так, я сама с ним поговорю. По-женски. Главное, не забыть постучаться. Идиот! Так, ребята, быстро разливаем стакан и делаем вид, что у нас мальчишник. Мальчишник, зажжем! Какое зажжем? Как только начнет раздеваться, сразу останавливаем. Мы ее хитро выманили на допрос, а не для эротического удовольствия. Марчук, сядь на место у тебя мальчишник в конце концов. Ого, смотрю, столы у вас прям ломятся. Ладно. Музыка где? Да, под такую музыку я еще не танцевала. Музыка. 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 Мы что, остановим уже? Мы никуда не торопимся. А что здесь происходит? Девушка, встаньте, пожалуйста. Да, да, встаньте, пожалуйста. Я изначально был против, это все Георгий Багратионович. Это кто? Политый стриптизерша. Вита, ты не так все поняла? Георгий Багратионович, ну что же вы? Да весело вас тут, ярко. Ослянский, Баранов, наружное наблюдение за Зюзиным. Ага. Выполнять. Цопа на место. Шелеметьев к психологу. Вот скажите, у вас есть жена или девушка? Есть. Как вы думаете, ей было бы приятно, если бы она узнала, чем вы здесь занимаетесь? А как вы думаете, ей было бы приятно, если бы мне уши отрезали? Ну, не знаю, мне было бы приятней. Для меня это почти измена. Хотя, конечно, странная. Я знаю, что делать. Если ты опять будешь выбивать дверь, я выпрыгну из окна. Мужик, тот этажом выше, кровь принимают в два раза дороже. Правда? Ты зачем его вырубила? Я ж почти договорился. А, правда? Ну, я думала, ты его так отвлекаешь. Блин, он же теперь с долгами не рассчитается. Ничего. В камере отыграется. В камере не отыграется. Да и за что его в камеру? Он же всего лишь... Капец. Танцевать перед допросом такого еще не было. У меня есть три условия. Первое. Я говорю не для протокола. И вы платите мне двойной тариф за вызов. Три условия? Ну, при учете двойного тарифа, да. Хорошо. Первое условие принимается. Все просто. Все денежные потоки налички стекаются к нам в клубы. Дальше они идут Зюзину на выборы. Девочки всего лишь курьеры. И сегодня вечером привезут ему очередную порцию бабок. Отлично. Марчук, позови Виту. Моя жена на такое не согласится. Я ее знаю. Да-да, конечно. Позови Виту. Я ни секунды не задумывалась и сразу согласилась. Спецзадание для меня это всегда интересно. Новенькая, что ли? Ага. А где воздух? Какой воздух? Ну, как воздух, бабло, бабулеса, капуста, деньги где? А, сейчас принесут. Ну, тогда танцуй. А можно виски выпить для храбрости? Восемнадцатилетний виски? Нельзя. А понюхать? Нюхай. И танцуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да... Вита, конечно, танцует, как дерево. Ну, что ты расстраиваешься? А ну, вали отсюда, Раду Паклетару. Ну, я с Шереметьевым, в принципе, согласен. Уехал отсюда, косметичка на колесах. В смысле? Карамыслие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально танцует. Буратино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не поняла, а что это за нездоровая конкуренция? Это не конкуренция, это засадов. Я бы даже сказал, господин Зюзин, это задержание. Это всё провокация. Нет, это ваш полный провал, крах. Ха! Три раза ха! 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 Эта девушка моя знакомая. Она вернула мне долг. Боюсь, что на суде она озвучит немного другую версию. Как гласит одна известная грузинская пословица, лучше даром работать, чем даром сидеть. Ничего. Я знаю ещё одну грузинскую пословицу. Когда стадо баранов развернётся, хромая овца будет впереди. А, не понял. Ну, может быть, и не понял, но по существу. Наручники одеть или сами. Зафиксируйте, пожалуйста, этот момент. Уведите его. Подлецы будут наказаны и отбывать срок наказания. Проходите, девушка в красном, пожалуйста. Гляди, Зюзин! Может, его закрыли? Мы закрыли. Менты выпустили. Обычное дело. Зюзин у нас съявился. Зашёл отметиться. Заодно уведомить, что с меня сняты все обвинения в связи с недоказанностью факта преступления. Опять истерика, Кудрян? Нет. Та истерика. Сослянский пойдёт наряд с шереметьями. Ну, дай что-нибудь полегче сегодня. А чего это полегче? Действительно, от чего это полегче? Это же насколько нужно было разочароваться в женщине, чтобы уйти из семьи. Давай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...